Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Волнение было очень сильное Был страх какой-то А вдруг выиграю А вдруг нет А вдруг что-то не получится Конкурс Мисс Студенчества 2016 В седьмой раз в педагогическом колледже Выбрали самую красивую студентку Будущие педагоги восхищали И удивляли Теперь обо всем подробнее Сооружение непонятного назначения На площади Коростелева снесли в минувшие выходные Железную конструкцию Начали возводить в центре Канска За автобусной остановкой Еще в декабре прошлого года Само ведение работ здесь Уже вызвало удивление жителей города Дело в том, что место У Свято-Троицкого собора Относится к исторической зоне И капитальное строительство В этой части города По мнению экспертов Незаконно Напомним На момент начала строительства И у горожан И у депутатов Возникали вопросы Кем наняты рабочие Что они здесь пытаются построить И самое главное Есть ли разрешение у коммерсантов На возведение подобных строений В охранной зоне Где расположены объекты Культурного наследия К поиску ответов Подключились и правоохранительные органы Проблему придали огласки На публичных слушаниях По внесению изменений В генеральный план Канска Спустя почти три месяца После вмешательства Общественности Депутатов и прокуратуры Незаконно возведенный объект Был все же ликвидирован Но сейчас остается Открытым вопрос За чей счет проведен демонтаж Кто оплатил работы Предприниматель Который вел незаконное строительство Или же администрация Канска Потратила на это Средства из местного бюджета К другим темам Сегодня в администрации Канска Состоялось заседание Комиссии по бюджету и собственности В числе вопросов Вызвавших наибольшие споры Среди депутатов Дальнейшая судьба Бассейна лицея номер один И нечищенные от снега улицы Ольга Ванеева Расскажет подробности Всего в повестке комиссии Изначилось шесть вопросов И пункт разное Первые две позиции Не вызвали дискуссии А вот на третьем вопросе Депутаты застопорились Он касался передачи Бассейна Нептун Из государственной собственности Красноярского края В собственность муниципальную Дело в том, что бассейн Был сдан строителями С неисправностями Вода из чаши Просачивалась в грунт 7 февраля этого года Воду из бассейна слили И его перестали эксплуатировать На ремонт объекта Необходимы деньги Называется сумма В 11 миллионов рублей Сейчас ванны осушены Сделана проверка Дефектовка Готовятся документы Соответственно ремонт Но финансирование Можно производить Только в рамках Города муниципального образования Депутаты по праву Задали вопросы Почему объект Был сдан с нарушениями И в течение трех лет Их не устранили А также где гарантия Что после принятия его В собственность города Край выделит Необходимые на ремонт деньги Этих гарантий Чиновники не дают Однако на содержание бассейна Все эти годы Деньги из бюджета Каннска Выделялись Зарплаты выплачивались Химриагенты покупались Там процесс Когда невозможно остановить Коммунальные услуги Оплата за коммунальные услуги Производилась Если мы из муниципальной Бюджетные деньги Тратили на не наш объект То это Не целевое использование И вам надо пошатки Наталья Николаевна Я не люблю Нам всем Депутаты оказались перед выбором Если объект Не принять на баланс города То его судьба Практически предрешена Дальнейшее разрушение Если же принять То скорее всего Ремонт придется Производить За счет бюджетных средств Почему за столько лет Власти не пошевелились И не смогли Уладить вопросы Со строителями Чтобы устранить дефекты Тоже неизвестно Вопрос все же Вынесли на сессию Но при этом Четыре депутата Проголосовали Против Или воздержались Еще одна тема Была затронута В пункте Разная Это безобразное состояние Дорог Снег с которых По мнению народных избранников Не вывозился С улиц города Почему по улицам Где снег Гребли ПТСОшные На обочине Сегодня все это тает Все на дороге Возьмите Николай Возьмите Ушакова Люди просто вынуждены Идти по дорогам Дороги скользкие Люди идут Падают Их обдают Вот на Ленина Вчера видел Как обдали женщину Автобус прошел С ног до головы Катил Господин Жемат Скажите пожалуйста Какие сделали Меры администрации города Чтобы дороги Содержались Согласно Государно Но как не просил Депутат первого заместителя Главы по жизнеобеспечению Сергея Джамана Перечислить улицы Которые за зиму Были очищены от снега Чиновник назвать их не смог Мы дадим информацию В виде накопительного Может с января месяца Вам предоставить Горсовет Это ответ на вашу первую очередь Скажите Какая улица была очищена от снега Вот скажите Я только что Если вы хотите дать полную информацию Я готов дать вас 1 января Вместе с тем Прозвучали фразы о том Что через неделю Все растает И проблема Разрешится сама собой А то что талая вода Отправится в ограды И подвалы домов горожан Этого местные чиновники Видимо не учитывают Ольга Ванеева Вячеслав Морозов Телекомпания Канск Пятый канал Канск посетил Самые злободневные темы Последователи традиционного ислама С горечью замечают Что сегодня Исламофобия Искусственно подогревается А те преступления Которые совершают Некоторые фанатики С именем Аллаха На устах Не имеют ничего общего С истинным содержанием Религии Ислам вообще переводится Как мир Спасение Избавление И так далее Вот там где есть мир Это и есть ислам Там где война Это не ислам Каждый месяц Как минимум Один-два Священнослужители Гибнут Мусульмане Имамы гибнут Имамы Им на Кавказе Вообще объявлена война Потому что они стоят На передовой Они говорят Нельзя убивать других И попасть в мир Нельзя торговать наркотиками И быть счастливыми И выращивать своих детей Они говорят Нельзя совершать преступления И найти милость И высшую Они конкретно в лицо Говорят Нормальных, хороших людей Не место Поэтому их там убивать На встрече было особо подчеркнуто Что Россия Страна многоконфессиональная С самого начала У нас заложены Основы мирного Межрелигиозного диалога Совместного проживания В Канске Согласно статистике Серьезное количество Выходцев Из мусульманских стран И исламских регионов России Они считают логичным Если здесь появится место Для совершения Религиозных обрядов Мечеть Тем более Что в Красноярске Она уже давно существует Есть дагестанцы Ингуши Чеченцы И азербайджанская диаспора Большая И таджики И киргизы То есть мусульмане Татары Безусловно Исконно проживающие На российской земле Да Национальности много Действительно Но религия одна И то есть Тут делить на национальности Нет смысла Я сам родился в Канске Я бы очень хотел Чтобы здесь На моей родине Я родился в Канске И живу здесь И мой сын здесь родился Но Исповедую я ислам И я бы хотел Чтобы здесь была мечеть Муфтий Гаяз Фадкулин Инициативу поддержал Отметив Что открытое выражение Своих религиозных чувств Гораздо лучше Чем произнесение молитв И прослушивание проповедей Что называется В подполье Мы очень радуемся За наших братьев православных Которые Могут строить церкви Строят церкви Молятся в этих церках Мы рады Когда у людей Есть возможность Строить церкви Собираться Там и молиться Но вместе с тем Мусульмане тоже Хотят молиться Мусульмане хотят молиться В хороших Теплых условиях Никогда холодно Никогда грязно Вопрос Для того, чтобы найти Понимание у местных властей На встречу пригласили Представителей Городской и районной Администрации Депутатов Все прекрасно понимают Чтобы в Каннске Была построена мечеть Необходимо найти понимание Прежде всего У большинства горожан А затем и у властей Ну я думаю Что однозначно Нужно идти В этом направлении Почему? Потому что Каждый человек Он должен Иметь право Значит Осуществлять свои Вот допустим Обряды В том числе Религиозные Открыто Доступно Независимо от того Какой религию Мы все Жители одной Великой страны России Мусульмане Каннска Намерены заручиться Принципиальной поддержкой Своей идеей И пониманием Со стороны большинства Населения города Только тогда По мнению Муфтия Можно будет говорить О каком-то конкретном месте И тем более Начале строительства Культового сооружения Состоявшийся разговор Фаткулин призвал считать Началом процесса Вацлав Малицкий Сергей Молчанов Пятый канал Более сорока коллективов Восточной зоны Красноярского края Представили свои номера На сцене Городского дома культуры В рамках фестиваля Самодеятельного творчества Работников образования Творческую встречу Посвятили Году российского кино За выступлениями Педагогов Наблюдал Евгений Гамзюков Фестиваль Творческая встреча Своими корнями Уходит в далекие 60-е годы Прошлого века Тогда он проходил Как смотр Учительской самодеятельности Сегодня Это ежегодный фестиваль Охватывающий Все территории Красноярского края В Канске Прошел Межмуниципальный этап Где встретились Педагоги Восточных районов Наш город Представил 14 творческих коллективов Нынешний конкурс Был посвящен Году российского кино И многие участники Представляли себя В образе киноактеров Почему мы это делаем? Дело в том, что Учительская профессия Это профессия Связана с очень большим Эмоциональным выгоранием Когда приходишь в класс Детям То всегда много Очень отдаешь энергии Очень сил И чаще всего Восстановиться Бывает негде Фестиваль для работников Образования Это место самовыражения Где педагог Получает эмоциональную подпитку С другой стороны Это место встречи Обмена опытом Где участники Самосовершенствуются Продвигаются в различных Направлениях искусства Таких как вокал Хоровое и ансамблевое пение Хореография Актерское мастерство Многие участники Кто постоянно участвует Они настолько продвигаются Что вот смотришь И думаешь Что это профессионал Которому посвящен Этому То есть Это его профессия На самом деле Люди занимаются После работы В свободное От работы время В фестивале В фестивале Приняли участие Творческие коллективы Исполнители Восточного округа Из Каннска Зеленогорска Каннского Партизанского Рыбинского Абонского Иландского И Дзержинского районов Творческая встреча 2016 Вновь собрала Вместе старых друзей А также дала возможность Зажечься на небосклоне Самодеятельного творчества Новым звездам Мы приехали Из города Зеленогорска В этом фестивале Мы уже принимаем Участие Много лет Традиционно Готовим Хореографические номера В этот раз Мы привезли Номер Танец Маритана Мы с удовольствием Сюда приезжаем И всегда возвращаемся С новыми планами И желанием Участвовать еще Финал краевого этапа Фестиваля Прошли 9 участников И коллективов Восточных районов В следующем году Педагоги вновь Встретятся на Каннской земле С новыми номерами Чтобы показать Свои таланты В различных жанрах Искусства Евгений Гомзюков Вячеслав Морозов Телекомпания Каннск После короткой рекламы Мы расскажем о том Как прошел конкурс красоты Мисс Студенчество 2016 И кого в педагогическом колледже Назвали самой красивой студенткой Мастер-класс по-бразильски Но в Каннске Как в Порт-Артуре Желающих обучали Азам боевого танца Капаэйра Также вас ждут Новости спорта И прогноз погоды Не переключайтесь Вы достойны ее Роскошная и элегантная обувь От известного кутерье Пьер Карден Подчеркнет ваш уникальный стиль Класса люкс Эксклюзивно В магазинах Кари Многие блюда мы готовим в темпуре Темпура Это японский кляр Мы берем ролл В сердце которого Свежая, сочная норвежская семка С добавлением творожного сыра Далее обволакиваем это в кляре Погружаем в горящий фритюр На несколько секунд И в итоге, когда вы пробуете это блюдо Вы чувствуете одновременно И хрустящий, пушистый кляр И свежесть, сочность внутри Сёгун Просто делаем вкусно Сибирский городок Телефон доставки Тридцать три ноль тридцать три А у нас весна Ярмарка верхней одежды в Каннске С новой весенней коллекцией С двенадцатого марта по третье апреля Все по три пятьсот Одеваемся стильно Одеваемся ярко Одеваемся недорого Приходите в ЦУМ Московская пятьдесят пять Натуральное дерево Идеальный материал для вашего дома В наличии и под заказ Поганажные изделия Для наружной и внутренней отделки Вагонка, террасная доска из сосны Лиственницы, осины А также столярные изделия Имея собственное производство Мы можем предложить Индивидуальную комплектацию И выгодные условия Каждому покупателю Центр комплектации Малоэтажного домостроения Гаражная 20В Цены тают в торговых центрах Евродекор Весь март покупайте Керамическую плитку Со скидкой 20% Евродекор Приятно выбирать Выгодно покупать Каннский педагогический колледж Приглашает выпускников Школ города и района Вместе с родителями На день открытых дверей Приходите 26 марта В 13 часов По адресу Каннск Улица 40 лет Вы смотрите новости Мы продолжаем выпуск Красота Страшная сила Убедиться об этом Смогли все Кто в минувшую пятницу Побывал на конкурсе Мисс студенчества 2016 В седьмой раз В педагогическом колледже Выбрали самую Красивую студентку Чем удивили жюри Будущие педагоги И где можно будет увидеть Победительницу конкурса В нашем репортаже Необыкновенные И поистине бесценные Красавицы Которыми восхищаются Десятки юношей И еще будут восхищаться Ученики Боролись за победу В конкурсе Мисс студенчества 2016 Десять будущих педагогов Рискнули блеснуть И статью И эрудицией Перед жюри И зрителями Чтобы завладеть Одной единственной Короной победительницы И путь к ней Был непростым Около двух месяцев Девушки осваивали Искусство дефиле Продумывали свою презентацию И наряды А ведь при этом Они еще и учились С участницами работать Мне очень понравилось Несмотря на то Что мы без ложной скромности Скажу прошли сложный путь В этом году Как никогда мы сочетали Участие в профориентации В различных выступлениях С нашими тренировками В день Икс Девушки прошли Шесть конкурсных испытаний Пять из них Это дефиле Одно Ответы на вопросы ведущих И каждая Красавицы преодолели Без видимых усилий Видимо Помогли усиленные занятия И уверенность в себе Я очень люблю каблуки Я очень люблю Все эти женские штучки Все это Все мое Я пошла Сюда Получаса Показать себя В перерывах Между выходами Конкурсанток на сцену Выступали творческие Коллективы колледжа А тем временем В гримерной Девчонки еще раз Повторяли движения Для подиума Поправляли макияж И перекусывали на бегу В общем Делали все Чтобы хватило сил Достичь главной цели Конечно победить здесь Хочет каждая Если сейчас сидит Но я лучше нее Ну Выберут жюри Ну Если я даже одержу победу Либо нет Ну и что Зато я У меня есть такой хороший опыт Вы знаете с ними Как подружились И вот Финальный выход Конкурсантки Закружились В вечерних нарядах А жюри Напряженно Выставляло оценки Ведь ошибиться В выборе Нельзя К тому же Предстояло определиться В какой из номинаций Получит награду Каждая из девушек Свой выбор Сделали и мы Выбрав победительницу В категории Теледива Специальные пись От салона Красоты Камны Вот такой подарочный сертификат На любые услуги По выбору Получает Петухова Оксана Но титул Мисс студенчества 2016 И заветную корону Получила участница Под номером 10 Мисс студенчества Становится Гарань Татьяна Ей Победительнице Конкурса Достались И самые бурные Аплодисменты И самые неожиданные подарки Один из которых От нашей телекомпании У нас несколько Необычный приз Это подарочный сертификат Приглашение на работу В качестве ведущих Прогноза погоды На телекомпании КАНС Пятый канал Совсем скоро Студентку первого курса Отделения преподавания В начальных классах Зрители Пятого канала Увидят на экранах Но пока Татьяна Еще не осознала Что именно она Мисс студенчества В душе смешались И эмоции И усталость Волнение было очень сильное Был страх какой-то А вдруг выиграю А вдруг нет А вдруг что-то не получится А вдруг где-то Что-то Туфли упадут Где-то что-то порвется Но потом Как-то собралась силами И вот Результат Через год Мечтать о таком же результате Будут и другие Студентки Пит-колледжа Ведь дважды Участвовать в этом Конкурсе Нельзя Но и те Кто остался В этот день Без титула Не расстроились Ведь они уже Одержали победу В первую очередь Над собой Наталья Никонова Леонид Юрков Сергей Молчанов Телекомпания КАНСК Пятый канал Торгово-развлекательный Комплекс Спорт Артур Становится Культурно-спортивным Центром города Уже которые выходные подряд Жители Каннска Не перестают удивлять Необычными мероприятиями На этот раз Посетителям комплекса Представилась возможность Поучаствовать в мастер-классе По капоэйро О необычном боевом танце Расскажет Ольга Ванеева Капоэйро Капоэйро Это бразильское национальное боевое искусство Сочетающее в себе элементы танца Акробатики Игры И сопровождающиеся Национальной бразильской музыкой Характеризуется Использованием Низких положений Ударов ногами Подсечек И обилием Акробатических элементов Капоэйро Это такая смесь Боевого Искусства И танца С какими-то бразильскими мотивами Это очень интересно В Красноярске Это направление представлено В городе Канске нет Капоэйро зародилась В Латинской Америке По одной из версий Его придумали бразильские рабы Боевые приемы Маскировали под танец Чтобы насмотрщики Ничего не заподозрили В 20 веке Это единоборство Попало в Европу А в Красноярске Им стали заниматься Несколько лет назад Команда из тренеров И воспитанников Которые посетили наш город Занимаются капоэйрой Уже более 10 лет В физическом плане То есть это пластика Сила, выносливость Делаем растяжку Обязательно там Так И мы развиваем Музыкальные навыки Чувство ритма Мы играем на музыкальных инструментах Это барабан Главный инструмент капоэйра Беримбау Это такая палка Со струной одной Сердце капоэйры Меримбау Представляет собой Согнутую из гибкого И прочного дерева Палку С присоединенной Снизу полой тыквой Игра на этом инструменте Так же как и португальский язык Входит в обязательную программу Обучения боевому танцу Вканский экзотический бой Видят впервые Так же как и зумбу И боевое искусство Винчун Которым обучали горожан В предыдущие выходные дни Теперь благодаря Молодежному движению Фурор Депутату Артуру Макартычану И другим спонсорам Такие мероприятия Становятся постоянными Прежде всего Это для Скажем так Общего развития Для общения Для нового общения Ну и больше Наверное Для занятия спортом Нам очень понравилось Потому что мы Как бы На этом уже все слышали Много лет назад уже видели И вот Наконец-то Удалось поприсутствовать На таком мероприятии Это очень было бы прекрасно Если бы у нас город был Ну возможно В дальнейшем и будет Уже запланирована программа И на апрель Так 2 числа Пройдет зумба-вечеринка С приглашенными Тренерами из Красноярска А в конце месяца Грандиозный хип-хоп-фестиваль Гостями которого Станет команда Вайт Мастер Участница шоу Танцы на ТНТ Ольга Ванеева Сергей Молчанов Телекомпания Канск Пятый канал Далее новости спорта В выходные дни В детско-юношеской Спортивной школе Олимпийц прошло открытое Первенство Каннска По боксу среди юношей 2000-2005 годов рождения Посвященное памяти Мастера спорта СССР Александра Сечко В соревнованиях Приняли участие Около 100 боксеров Из Каннска Заозерного Зеленогорска Иландского И поселка Устьянск По итогам соревнований Воспитанники Спортшколы Олимпийца Заняли 16 первых мест И 14 вторых Специальными призами Были отмечены Дмитрий Смолин За волю к победе Евгений Иванов И Евгений Шкуров За лучшую технику Тренируются спортсмены Под руководством Тренеров-преподавателей Константина Коноваленко Владимира Москалюка И Дмитрия Маджулы Далее о погоде На текущей неделе В Каннске будут преобладать Нулевые температуры В течение семидневки Температура воздуха Днем будет колебаться В пределах от минус 2 До плюс 4 градусов В темное время суток Возможны легкие морозы До минус 11 В начале недели И в воскресенье Ожидается ясная погода В остальные дни Будет пасмурно В среду днем Синоптики прогнозируют Небольшой дождь А в субботу снег В завершении выпуска Подробный прогноз погоды На вторник Я же прощаюсь с вами И напоминаю Что свои новости Жители города и района Могут сообщить нам По телефону 2-35-65 Заходите на сайт 5-канал.инфо И на наши страницы В социальных сетях Смотрите, читайте, комментируйте С вами была Наталья Никонова Всего доброго До свидания Здравствуйте Меня зовут Ольга И в ближайшие Несколько минут Мы поговорим О погоде И не только На предпоследний Вторник марта Приходится Несколько интересных праздников Так в разных Уголках планеты 22 марта Будет отмечаться Всемирный день Водных ресурсов И Международный день Таксиста А в Европе День Балтийского моря Кстати, этот день Одна из самых важных Век в истории Отечественного телевидения Ровно 65 лет назад Была создана Первая в СССР Центральная студия Прогноз погоды Представляет Медицинский центр здоровья Квалифицированные врачи Современное оборудование Диагностической лаборатории Федеральный контроль Качества лабораторных исследований Медицинский центр здоровья Предоставляет Широкий комплекс услуг Для детей И взрослых Высококвалифицированные врачи Ведут прием Более чем по 20 направлениям Гинекология Урология Неврология Кардиология Терапия Хирургия Диагностика Внутренних органов Гормональных нарушений Медицинский центр здоровья Качественное лечение Уникальное техническое оснащение И опыт лучших врачей 22 марта Пасмурно Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду Атмосферное давление 749 миллиметров Штутного стомба Температура ночью Минус 1, плюс 1 Днем плюс 2, плюс 6 С вами была Ольга Хорошего настроения В любую погоду Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok